Подъезжая к своей квартире, Бобров заметил свет в окнах. «Должно быть, без меня приехал доктор, а теперь валяется на диване в ожидании моего приезда», — подумал он, сдерживая взмыленную лошадь. В теперешнем настроении Боброва доктор Гольдберг был единственным человеком, присутствие которого он мог перенести без болезненного раздражения. Он любил искренно этого обеспеченного кроткого еврея за его разносторонний ум, юношескую живость характера и добродушную страсть к спорам отвлеченного свойства. Какой бы вопрос ни затрагивал Бобров, доктор Гольдберг возражал ему с одинаковым интересом к делу и с неизменной горячностью. И хотя между обоими в их бесконечных спорах до сих пор возникали только противоречия, тем не менее они скучали друг без друга и виделись чуть не ежедневно. Доктор действительно лежал на диване, закинув ноги на его спинку, и читал какую-то брошюру, держа его вплотную у своих близоруких глаз. Быстро скользнув взглядом по корешку, Бобров узнал учебный курс металлургии Мевиуса и улыбнулся. Он хорошо знал привычку доктора читать с одинаковым увлечением и непременно из середины все, что только попадалось ему под руку. — А я без вас распорядился чайком, — сказал доктор, отбросив в сторону книгу и глядя поверх очков на Боброва. — Ну, как попрыгиваете, государь мой, Андрей Ильич? У-у-у, да какой же вы сердитый! Что, опять веселая меланхолия? — Ах, доктор, скверно на свете жить, — сказал усталый Бобров. — А чего же так, голубчик? — Да так, вообще, все скверно. — Ну, как, доктор, ваша больница? — В нашей больнице ничего, живет. Сегодня очень интересный хирургический случай был. Ей-богу, и смешно, и трогательно. Представьте себе, приходит на утренний осмотр парень из массальских каменщиков. — Эти массальские ребята, какого ни возьми, всех как на подбор богатыри. Что тебе спрашиваю? — Да вот, господин доктор, резал я хлеб для артели, так палец маленький попортил, руду никак не выемешь. Осмотрел я его руку так себе, царапинка, пустяки, но нагноилось немного. Я приказал фельдшеру положить пластырь. Только вижу, парень мой не уходит. — Ну, чего тебе еще надо? Заклеили тебе руку и ступай. — Это верно говорит, заклеили. Дай бог тебе здоровья. А только вот что это башка у меня трошить, так думаю, заодно и напротив башки чего-нибудь дашь. Что же у тебя с башкой? Треснул кто-нибудь, верно? Парень так и обрадовался, загоготал. Есть, говорит, тот грех. Оно у менясь наспасает, значит, дня три тому назад. Загуляли мы артели, да вина выпили ведра полтора. Ну, ребята и зачали баловать промеж себя. Ну, и я тоже. А после в драке-то нечто разберешься. Как он меня зубил, он саданул по балде. Починил, стало быть. Сначала-то оно ничего было, не больно. А вот теперь трошить башка-то. Стал я осматривать балду. И что же вы думаете? Прямо в ужас пришел. Череп проломлен насквозь. Дыра спитак медный будет величиной. И обломки кости в мозг врезались. Теперь лежит в больнице без сознания. Изумительно, я вам скажу, народится. Младенцы и герои в одно и то же время. Ей-богу, я не шутя думаю, что только русский терпеливый мужик и вынесет такую починку балды. Другой, не исходя с места, испустил бы дух. И потом, какое наивное незлобие. В драке нечто разберешь. Черт знает, что такое. Бобров ходил взятый вперед по комнате, щелкал хлыстом по голенищам высоких сапог и рассеянно слушал доктора. Горечь, осевшая ему на душу еще у зененок, до сих пор не могла успокоиться. Доктор помолчал немного, и, видя, что его собеседник не расположен к разговору, сказал с участием. «Знаете что, Андрей Ильич, попробуем-те-ка на минуточку лечь спать, да хватим на ночь ложечку-другую брому. Оно полезно в вашем настроении, а вреда все равно никакого не будет». Они оба легли в одной комнате, Бобров на кровати, доктор на том же диване. Но и тому, и другому не спалось. Гольдберг долго слушал в темноте, как ворочался сбоку-набок и вздыхал Бобров, и, наконец, заговорил первый. «Ну что вы, голубчик, ну что терзаетесь? Уж говорите лучше прямо, что такое там в вас засело? Все легче будет. Чай все-таки не чужой вам человек. Не испраздновал любопытство, спрашиваю». Эти простые слова тронули Боброва, хотя его связывали с доктором почти дружеские отношения, однако ни один из них до сих пор ни словом не подтвердил этого вслух. Оба были люди чуткие и боялись колючего стыда взаимных признаний. Доктор первый открыл свое сердце. Ночная темнота и жалость к Андрею Ильичу помогли этому. «Все мне тяжело и гадко, — ось-пось, — отозвал стихо Бобров. Первое. Мне гадко то, что я служу на заводе и получаю за это большие деньги, а мне это заводское дело противно и противно. Я считаю себя честным человеком и потому прямо себя спрашиваю, что ты делаешь, кому ты приносишь пользу. Я начинаю разбираться в этих вопросах и вижу, что благодаря моим трудам сотни французских лавочников, рантьей и десяток ловких русских пройдох со временем положат в карман миллионы. А другой цели, другого смысла нет в том труде, на подготовку к которому я убил лучшую половину жизни. «Ну, что-то даже смешно, Андрей Ильич, — возразил доктор, повернувшись в темноте лицом к Боброву. — Вы требуете, чтобы какие-то буржуи прониклись интересами гуманности. С тех пор, голубчик, как мир стоит, все вперед движется брюхом. Иначе не было и не будет. Но суть-то в том, что вам наплевать на буржуев, потому что вы гораздо выше их. Неужели с вас недовольно мужественного и гордого сознания, что вы толкаете вперед, выражаясь языком передовых статей, колесницу прогресса? Черт возьми, акции пароходных обществ приносят колоссальные дивиденды. Но разве это мешает Фультону считаться благодетелем человечества? — Ах, доктор, доктор! — Бобров досадливо поморщился. — Вы не были, кажется, сегодня узенены. А вашими устами вдруг заговорила их житейская мудрость. Слава богу, мне не придется ходить далеко за возражением, потому что я сейчас разобью вас вашей же возлюбленной теорией. То есть какой это теорией? Позвольте, я что-то не помню, никакой теории. Правда, голубчик, не помню. Забыл что-то? — Забыли. А кто здесь же на этом самом диване с пеной урта кричал, что мы, инженеры и изобретатели, своими открытиями ускоряем пульс общественной жизни до горячечной скорости? Кто сравнивал эту жизнь с состоянием животного, заключенного в банку с кислородом? О, я отлично помню, какой страшный перечень детей 20 века, неврастенников, сумасшедших, переутомленных самоубийц. Кидали вы в глаза этим самым благодетелям рода человеческого. Телеграф, телефон, 120-верстные поезда. Говорили вы, сократили расстояние до минимума. Уничтожили его. Время вздорожало до того, что скоро начнут ночь превращать в день, ибо уже чувствуется потребность в такой удвоенной жизни. Сделка, требовавшая ранее целых месяцев, теперь оканчивается в пять минут. Но уж и эта чертовская скорость не удовлетворяет нашему нетерпению. Скоро мы будем видеть друг друга по проволоке на расстоянии сотен и тысяч верст. А между тем, всего 50 лет тому назад наши предки, собираясь из деревни в губернию, не спеша служили молебен и пускались в путь с запасом, достаточным для полярной экспедиции. И мы несемся, сломя голову вперед и вперед, оглушенные грохотом и треском чудовищных машин, одуревшие от этой бешеной скачки с раздраженными нервами, извращенными вкусами и тысячами новых болезней. Помните, доктор? Все это ваши собственные слова, поборник благодетельного прогресса. Доктор, уже несколько раз тщательно пытавшийся возразить, воспользовался минутной передышкой Боброва. Ну да, ну да, голубчик, все это я говорил, затропился он, не совсем однако уверенно. Я и теперь это утверждаю. Ну надо же, голубчик-то сказать, приспосабляться. Как же жить-то иначе? Во всякой профессии есть эти скользкие пунктики. Вот взять хоть нас, например, докторов. Вы думаете, у нас все это так ясно и хорошо, как в книжечке? Да ведь мы дальше хирургии ничего равнешенько не знаем наверняка. Мы выдумываем новые лекарства и системы, но совершенно забываем, что из тысячи организмов нет двух, хоть сколько-нибудь похожих составом крови, деятельностью сердца, условиями, наследственностью и черт знает чем еще. Мы удалились от единого верного терапевтического пути, от медицины зверей и знахарок. Мы наводнили фармакопею разными кокаинами, атропинами, фенацетинами, но мы упустили из виду, что если простому человеку дать чистой воды, да уверить его хорошенько, что это сильное лекарство, то простой человек выздоровеет. А между тем в 90 случаях из 100 в нашей практике помогает только эта уверенность, внушаемая нашим профессиональным жреческим опломбом. Поверите ли? Один хороший врач и в то же время умный и честный человек признавался мне, что охотники лечат собак гораздо рациональнее, чем мы людей. Там одно средство – серный цвет. Вреда особенного он не принесет, а иногда все-таки помогает. Не правда ли, голубчик? Приятная картинка. А однако и мы делаем, что можем. Нельзя, мой дорогой, иначе. Жизнь требует компромиссов. Иной раз хоть своим видом всезнающего овгура все-таки облегчишь страдания ближнего. И на том спасибо. Да, компромиссы компромиссами, возразил мрачным тоном бобров. А однако вы у масальского каменщика кости из черепа-то сегодня извлекли. Ах, голубчик, что значит один исправленный череп? Подумайте-ка, сколько ртов вы кормите и скольким рукам даете работу? Еще в истории Лавайского сказано, что царь Борис, желая снискать расположение народных масс, предпринимал в голодные годы постройку общественных зданий. Ну, что-то в этом роде. Вот вы и посчитаете, какую колоссальную сумму пользы вы... При последних словах Боброва точно подбросила на кровать, и он быстро уселся на ней, свесив вниз голые ноги. — Пользой, — закричал он иступленно, — вы мне говорите о пользе. В таком случае уж, если подводить итоги пользы и в ряду, то позвольте я вам приведу маленькую страничку из статистики. И он начал мерным резким тоном, как будто бы говорил с кафедры. — Давно известно, что работа в рудниках, шахтах, на металлических заводах и на больших фабриках сокращает жизнь рабочего приблизительно на целую четверть. Я не говорю уже о несчастных случаях или непосильном труде. Вам, как врачу, гораздо лучше моего известно, какой процент приходится на долю сифилиса, пьянства и чудовищных условий прозябания в этих проклятых бараках и землянках. Постойте, доктор. Прежде чем возражать, вспомните, много ли вы видели на фабриках рабочих старее 40-45 лет? Я положительно не встречал. Иными словами, это значит, что рабочий отдает предпринимателю три месяца своей жизни в год, неделю в месяц, или, короче, шесть часов в день. Теперь слушайте дальше. У нас при шестидомнах будет занято до 30 тысяч человек. Царю Борису, верно, и не снились такие цифры. 30 тысяч человек, которые все вместе, так сказать, сжигают в сутки 180 тысяч часов своей собственной жизни. То есть семь с половиной тысяч дней. То есть, наконец, сколько же это будет лет? Около 20 лет, подсказал после небольшого молчания доктор. Около 20 лет в сутки, закричал Бобров. Двое суток работы пожирают целого человека. Черт возьми, вы помните из Библии, что какие-то там осириане или муавитяне приносили своим богам человеческие жертвы. Но ведь эти медные господа Молох и Дагон покраснели бы от стыда и от обиды перед теми цифрами, Субтитры подогнал «Симон»